Доброго часа, уважаемые друзья! Сегодня мы смотрим ностальгические фотографии. И первая из них это 70-е годы, Брежнев, где партия, там успех, там победа. Район Пурциэмс. Далее переносимся в 60-е, начало 60-х, у памятника свободы, бульварное кольцо, вот такой вот скверик. И детский мир, примерно тех же годов, может на каких пару-тройку лет позже. А это Верманский парк, в советское время Кировский. Вот такая сцена была, пока она не сгорела и не построили ту, которая есть сейчас. Шикарная летняя сцена. Ну и немного вечерней реки. Смотрим, вспоминаем места, узнаем. Может быть, кто-то узнает знакомые места. Ностальгия. Это улица Крещина-Барона, подсказываю. А теперь переносимся в довоенные времена. Вот так выглядела набережная Риги до войны. Много зелени, красота. Намного лучше, чем сейчас. А это со стороны воды, примерно те же времена. Там плюс-минус. Может, небольшая разница. А это перед вами здание почтампа. Вот так выглядела почта 1905 года постройки. Сейчас там надстройка, потому что тоже во вторую мировую пострадало. И нету башенок. И надстроены еще два этажа. А теперь уже переносимся в царские времена. Вот так стоял Петр Первый на высоком постаменте. И смотрите, как облагорожена территория вокруг. Шикарно. Это перед Первой мировой войной. Елизнодорожный мост и мост для транспорта. Это тоже царские времена. Начало века. Начало 20 века. А это, наверное, уже даже конец 19-го. То же самое место. Вот здесь же садились пассажиры. Толком вокзала еще не были. И отправлялись в Штранд. Это Юрмала нынешняя. Вот. С другого ракурса. Это перед Первой мировой войной. С дирижаблем. Вот те времена. А это? Узнаете место? Нет этого вокзала. Напротив цирка. Еще дома с палисадниками. Тоже царские времена. Когда вот так оно все выглядело. Да. И знаменитая улица Альберта. Старинный снимок этой чудесной улочки. А это кусочек улицы Бревибас. Передача другой ракур. К сожалению, сейчас ее уже нет. И слева, обратите внимание, дом с башенкой. Он сохранился, но башенки нет. Ну а вот интересная фотография. Так выглядели дома около ратуши. К сожалению, их разбомбили во Вторую мировую. Вот что от них осталось. И вот это все пришлось снести. Поэтому здесь гораздо сейчас более простая застройка. Ну и еще немного царских времен. Опять же, вот у почты. Лошади, брусчаточка, трамвайчики. Трамвай в Риге, кстати, стал ходить электрически с 1902 года. Александровский бульвар. Сейчас стоит памятник отчизне и свободе. А напоследок переносимся в межвоенные времена к базару Берга, где в Риге появилась одна из первых бензоколонок. И обратите на надпись. Кревиас Бенцинс. Сейчас-то она пишется иначе. С наилучшими пожеланиями. С вами был рижский гид Андрей. Редактор субтитров А.Семкин